Этот паспорт объединяет в себя сведения о физическом состоянии дома, о его технических параметрах, о его обмерных показателях. Это с одной стороны. В общем, принятые такие вещи понятны всем абсолютно. Длина, ширина, количество и так далее. В том числе потребляемые энергоресурсы. С другой стороны, он включает в себя экономические параметры. То, что связано с определением тарифа, с ценой содержания ремонта и управления вот этими физическими параметрами. Так что, с одной стороны, это технический паспорт, с другой стороны, это экономический паспорт. И таких параметров всего около 400. В различных комбинациях они абсолютно могут образовать поле информации, полное поле информации об этом доме. Плюсы. Для чего это нужно? Для того, чтобы ввести учет всех изменений, прежде всего потребительских качеств дома, происходящих с ним в течение времени. Ну, проще говоря, дом обслуживается. Если он обслуживается, значит, его состояние должно улучшаться. Если он плохо обслуживает, свое состояние должно ухудшаться. И это видно по параметрам паспорта, по изменению параметра.